Происхождение мое, как раньше говорили, магометанское происхождение. То есть в прежние времена, еще до революции, татары принадлежали не к мусульманскому, а магометанскому происхождению. Поэтому я принадлежу, и родители мои принадлежали к магометанскому вероисповеданию. Ну и вот на протяжении длительного времени проживаю в Смиловичах. Ну я имею в виду, оттуда наш родовод происходит, вот, и с конца 18 века. В общем... А сколько вам лет? Мне в полных 1972 года. Так что в общем целом отношусь к старшему поколению, ну те, которые остались уже как... Дело Смиловича, которая проживает в данный момент. В общем, почему я говорю, что я магометанскому? Потому что у нас в роду, насколько я помню, не было представителей других конфессий. То есть, характерно, в последнее время, значит, есть представители татарских фамилий, которые есть другие, присутствуют в конфессии. К несчастью это такой факт. А кто были ваши родители? Моя мать была из Ильясевича, 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 Софья Мустафовна, а отец Конопадский, Борис Ибрагимович. Мать уже умерла, а отец тоже в 84-м году. Был еще старший брат Конопадский, Ибрагим Борисович. Ну, известный вам, наверное. Вот. Так что, в общем, фамилия небольшая. Ну, и еще остались... Стались брата уже нет, остались три сестры. Две сестры, ну и третья. Каковы был ваш родной город во времена вашего детства? Город родной? Ну, мы же... Нет. А Смилович уж находится не на Радонс, Минском. Поэтому, в общем, в целом, это единая агломерация. Поэтому мы имели контакт с правой непосредственными представителями Минской общины. Они приезжали на Мизар во время праздников. Ну, и много там было родственников. Так что, в общем, можно сказать, Минск родной город. Ну, собственно говоря, об этом и свидетельствуют исторические документы. В 15 веке там есть какой-то документ от Слабитов, который говорит о том, что, в общем, в целом, под Минском тоже как бы была какая-то община. Ну, была какая-то фактура, или татаршизна какая-то, которая, в общем, в целом, имела контакт и отношения. Даже выделяются отдельные фамилии татарские. Вот. Это зачатки, можно сказать. Зачатки мусульман. Вот. В то время, в 15 веке. А каким вы застали в детстве быта, быта и нравы ваших там дедушек, бабушек? Ну, они... Они все были мусульманами. Вы знаете же, ведь, наверное, что свой ислам в Белоруссии, он как бы какой-то синтезны. То есть, вот эти древние документы, хамаилы, китабы. Одно то, что они писали на... писали кириллицы, и потом придумали и свой язык. Был язык на основе арабики. Там еще были добавлены те неконферативные буквы. Это... Это одно. И еще этот... И язык, вот эти документы, они, как правило, изобилуют разного рода, в общем, в целом, такими инвестициями, и лингвистическими, и, в общем, в целом, заимствования. И шиитского, и из... А до того, что... Люди стремились к вере. Они сохраняли, в общем, основной постулат, что держитесь в вере и не разделяйтесь. Хотя, в общем и целом, культурная ассимиляция, она продолжалась на протяжении столетий. А какие обычные традиции белорусских татар, которых сегодня уже нет, вы видели в детстве, юности? Ну, про религиозные традиции, с точки зрения влияния мечети, я, конечно, и не имею представления, потому что мечеть, в мелоджах, мечеть появилась по упоминанию исторических документов в 857 году. Да, есть официальная дата, что местная помещица, Манюшка, благоволила татар, ну, и, в общем и целом, финансировала проект строй из церкви мечети. Был первый имам Полтаршицкий-Юсов 857-го. Ну, и это подтверждение есть из Таврического муфтиата, который, в общем и целом, патронировал литовские земли, белорусские земли, и там находятся власти муфтии таврические, которые отчет вели белорусские имамы, ну, и, в частности, мечеть. Поэтому, в общем и целом, как там происходило, более ближе, по упоминаниям стариков. Да, мечеть была разрушена в 37-м году. Мрачный год в истории Восточной Белоруссии. Да, мечеть, говорят некоторые, что мечеть реквитировали, а мечеть была, кто знает, в мелочах улицы Нариманово, как раз на высоком таком месте. Сейчас там человек живет на этом месте. Вот. А во время войны люди молились, люди сохраняли традицию. Немец ведь легализировал, он разрешил открывать мечети, храмы в Минске, вот. Да, так вот, собирались, вот, или сарай, что-то там, какое было, и проводили, в общем, молебен, проводили намазы. Так что, в общем, ну а... То есть, получается, в вашем детстве вы... Нет, я не заставил. Нет, вот, вот, интересно, иногда задумывалось над тем, как это все-таки произошло. То есть, как произошло, в общем, целое возвращение, в общем, вере, в редко. Это же не просто так произошло. Если некоторые люди принимают сейчас ислам, их называют неофитом, да, но есть те, которые были, в общем, имеют, выездить поколение людей, ангажированных исламом. Поэтому, в общем и целом, можно сказать, что был период, когда была мечеть в середине 19 века и до середины, начала 20 века, а потом разрыв поколения. То есть, не было воспроизводства ислама с точки зрения исламской традиции. Я только вот хотел у вас вопрос не по списку уточнить, Мустафа Борисович, почему во время советского коммунизма татары больше ислам держали, а после развала Советского Союза все разбежались? Я уже как бы упоминал этот вопрос выше, почему именно. В общем, в целом, все же об этом уже говорил, ведь в общем целом, этот постулат, кажется, четвертая, Сура, Скотт, там есть Ает, который, держитесь веры, кажется, Сура, четвертая, Ает, да, там упоминается, что держитесь, веру Аллаха, не разделяйтесь верой. Но, наверное, в силу того, и в самобытности, и традиции этого народа, который жил, по сути дела, изоляцией, постоянно, на протяжении веков, и, в общем, старался сохранить свою религиозную и национальную идентичность. Национальную, мы говорим, придумал свою транслитерацию, графику на основе арабики. А, я еще вспомнил лаят из Корана, что там говорится, если какой-то народ не будет соблюдать исхода, его заменят другим народом. Да, да, все есть, наверное, условия проживания, они, как правило, не позволяли. В общем, в целом расслабляться, расслабиться. Поэтому, ведь, опять же, близкородственные браки, вот мы тему эту не затрагиваем, на то, что татары жили, как бы, в отдельных каких-то татаршизнах, в общем, концах, как они называли, слабонах татарских, по-разному они назывались. Свидетельство о том, что, да, и близкородственные связи, а близкородственные связи отслеживаются у народа, у евреев и у татар, которые жили даже на двоюродных. Поэтому, это все было направлено на то, что сохранить свою самобытность, сохранить свою веру. а вот тоже, тоже мы говорим, что растирали, растирали, ну, еще, можно сказать, сравнивая, как бы, царское правительство проводило такую политику, они, как бы, с одной стороны, и стремились традицию сохранить Великое княжество Литовска, позволяли, то есть татары же были приписаны благородному сотловию, хотя в неумущественном отношении они не имели ничего, я имею в виду, не были такими состоятельными, силу разных причин. Ну, а этот режим, я имею в виду, Вторая мировая война, она окончательно растоптала. Я вот так думаю, всегда анализирую, ведь то, что творилось вот в течение этих 41-45 года, это окончательно нанесло смертельный удар. Я так и хотел спросить, а что поспособствовало тому, что со времен князя Витовда до наших дней мы вообще сохранились как татарский этнос и до сих пор существует? Ну, этнос, это, можно сказать, это громко сказано, ну, скорее, можно сказать, культурно-историческая группа, ведь в общем и в целом иногда иногда раньше как-то встречались с представителями тех татар, которые жили в России, ну, по Волжи, там же тоже не было едино-монолитного единства. Ну, татары, это, можно сказать, такой социатоним, который, в общем и в целом, представляет совокупность различных национальных анклавов. это нет единого народа классического происхождения, поэтому, в общем, позволило сохранить наши идентичные на протяжении с точки зрения традиции. Конечно, традиции. Вот мы говорим о традиции, вот, к примеру, в Западной Белоруссии, в Восточной, вот такая традиция можно пролицей там, в Западной Белоруссии съезды на Мизгар. У нас съездов этой традиции не было. У нас жили все, как бы, компактно в Восточной Белоруссии. Здесь больших анклавов таких не было. Минск, Смиловичи, да, Минск, Смиловичи, ну, здесь Узда, тоже непонятно, ну, в общем, небольшое такое, там, они больше контактировали с Западной, ну, то есть, представители, те, которые в Западной Белоруссии были. Поэтому традиционные моменты он присутствовал здесь, на Восток. Здесь собирались в основном на праздники, праздники, там, а то, что, в общем, в целом, а то, что, как на Западе, там, съезды какие-то, это и в мое время, я, когда был пацаном, всяких таковых съездов не было. Ну, вот, поэтому традиционный момент, традиционный момент, чисто присутствовал, ну, и близкие отношения, близко-родственные, вот, к примеру, здесь, я уже говорил, что Минск, теперь с Милой, там, есть выходцы Березино, то есть, там, Березино, там, еще были такие, какие-то, татарские мелкие поселения, Пуховичи, Мариногорка, то есть, вот это, Смолевичи, вот эта Восточная Беларусь, она была сориентирована на эту традицию, которая, в общем, свойственна была татарскому населению, этой культурно-исторической группе, которая сформировалась. вот, к примеру, мой предок, предок, Асан, не Асан, Абрагим Конопатский, Абрагим потом Сюлейман, он имел владение здесь, Шитамирзиджильцы, то есть, деревня, вот, находится, Кулмачуеш, я был в этой деревне, и вот, интересный такой момент, то есть, он, он жил здесь, жил здесь, и здесь, к примеру, потом его сыновья переехали тут, я не знаю, как в Смиловичах появились татары, это, как бы, доподлинно неизвестно, но то, что, в общем, в 19 веке уже середине, вот, я упоминал, что мечеть в 57 году, так вот, к этому времени, после войны с Наполеоном, в ответственный период, уже, как бы, образовалась группа, такая, группа уже порядка 20 семей, а как, когда она раньше сформировалась, то есть, в конце 18 века, это, как бы, неизвестно, то есть, в общем целом, она аккумулировала вот такой анклав, который, людей, которые жили тут неподалеку, что-нибудь может еще интересное из истории с Милольской мечети, вот, с ее момента создания, но я уже говорил, что ее разрушили в 37 году, именно между этими промежутками, а, вот, что интересно, несмотря на то, что вот, вот этот период, период межвоенный, после революции, вот этот период, когда, и до 37 года, когда мечеть разрушили, но в общем, в целом, надо сказать, я не знаю, как в западных областях, но это было одно, наравне с Минском, в Минске, конечно, не сравнено, по численности, это была, можно сказать, вторая община, где-то перенасыщенность населения, прежде всего, рождаемость большая была, вот, в период этой, между революцией и войной, начало войны, 41 года, даже, вот мой, помнится, брат работал в архиве, он приводил до архивные данные, что в 20-х годах, в 20-х годах, жила парадка 500-6 человек, представляете, какая численность, ну, опять же, все сравнивать сейчас, даже в 80-х годах было где-то парадка около 300 человек, ну, здесь фактор, прежде всего, миграции населения сыграл, прежде всего, столица, и там разные другие факты, рождаемость, и все, это в целом, повлияло на, сокращение населения. По сути, получается, Смиловичский татар, и Минский татар, это то же самое, или что-то? Ну, да, это же одно и то же. Вот, как-то бабка, я помню, одна, рассказывала, ходка, Росановича, я помню, маленькая такая бабка, она рассказывала, когда, в свою молодость, она говорит, о, как же ее, Мерьенко, выходи, в Минске татары приехали, там, в кавалерию приехали. Вот, вот такие вот эпизодические, такие вот вбросы, которые, вот, свидетельствуют, что контакты были, в общем, достаточно тесные. Ну, и, в общем, целом, время сложное, ведь шел процесс де-идеологизации, об этом тоже никто не упоминает. Скользь, когда-то конференции проводили про роль войны, а вот до конца не ясно, сколько людей погибло. Ведь здесь, восточной Белоруссии, очень интересная ситуация, здесь же затронули эти преобразования идеологические. одно то, что закрыли, то есть, в общем, комсомол начал развиваться, то есть, те, некоторые через школу, там, через другие заведения учебного плана, то есть, в общем, в целом, приобщились к новым веяниям. А когда началась война, некоторые вернули старым, то есть, по сути дела, в Смиловичах были татары, которые симпатизировали власти, поэтому конфликт между полицией, те, которые пошли в полицию, ну, это характерно для Белоруссии. А некоторые в армии пошли служить, поэтому подробнее можете рассказать про именно татар Смилович, если вы знаете, во время Великой Отечественной войны, ваши близкие родственники, вот, я по сей дне время архивами, больше, викторий, шаржи, цифровые, открытые архивы в России, они цифрованы, и сейчас может, любой человек, если знает, погибшего, там, имя, фамилия, или же кто-то, ну, в общем, многих я, как бы, уже смог, которых я знаю, это же, вот, представьте себе, призыв был сорокового года, вот, татары, очень много татар призывалось Сосмилович девятьсот двадцатого года, как раз перед войной, вот, сорокового года, это двадцатый год призывался, ну, в общем, и в основном их, они, они призывались в регулярную армию, война еще же не началась, и я вот, смотрю, пофамильно отслеживаю, куда же их посылали в армию, так вот, интересно, что большинство, которых я, а именно дела, анализировал, были на северо-запад, туда, вот, и потом они воевали там на северо-западном фронте, ну, и, в частности, имели награждения, награды, ордена, об этом тоже никто ничего не повествует и не говорит, да, раз, да, танкисты, летчики, ну, да, я считаю, что история белорусских татар, да, неизведан, и еще я хочу сказать, пользуюсь, слушаем, мы очень мало знаем историю, мы знаем историю по историческим сведениям, кто-то писал, но у нас мало людей, которые писали с вами свою историю, понимаете, ну, в частности, вот, я возьму, хочу один пример привести, вот, рядом со мной жил такой конопасский Адам Самуилович, он жил там, недалеко около нас, а он всем известен был то, что среди местных татар организовал духовой оркестр, он пятого года рождения, вот, девятьсот пятого года рождения, ну, и я вот, когда решил его, значит, дело посмотреть, есть и дело, есть такой сайт память народа, да, и я, в общем, узнаю, а он оказывается, что эти, которые до войны существовало система вот система резервных формирований, в частности, в Могилеве стояла резервная дивизия, и вот эти, все, которые проходили военную подготовку в этой резервной дивизии, вот сейчас я ищу одного родственника, тоже мой, полтожрецкий, он погиб в 41-м году, так, так вот, Конопасский Адам Салуилович оказывается, старшина был и имел орден Красной Звезды, вот, вот, Конопасский как Адам, Адам Мустафович, Адам Яковлевич, два ордена Красной Звезды, тоже двадцатого года, этот, правда, здесь умер, ну, в общем, достаточно много таких людей, которые находишь дела, в общем, так, что мы мало свою историю знаем, не знаем свою историю, даже по большому счету, я иногда беседую с казанскими татарами, почему, говорю, вы свою историю не знаете, даже историю Орды, Золотой Орды, вот иногда сейчас исследование отдано на откуп журналистам, журналисты с легкой подачей, с легкой руки, опять же, используют этот идеологизм монгола, татарское иго, иго, и тем более они вдаются подробности, а что же такое это игорь и что оно собой представляет, но опять же включая в смысл, в контекст, прежде всего идеологические постулаты, но не научные, так что, в общем, надо заниматься своей историей. А что вы можете добавить по данной тематике? А что вас интересует? Ну, я таки до конца не понял, близкие, родственники ваши, прямые, вы участвовали в Великой Отечественной войне, дедушка там, или брат дедушки? Ну, в общем, у моего прадеда не было в принципе, прадед мой жил в Берзино, Конопадский Яков Александрович, а его отец, его сын Ибрагим Якович, Ибрагим Якович, до войны был сослым, А семья была небольшая, жили в Берзино, жили в Берзино, и вот, а про этого Полтажицкого, которого я упоминаю, он был, значит, муж моей, ну, как это сказать точно, у дедушки была сестра, ее звали Альжа, и вот у него был муж, этот Полтажицкий, он служил офицером, и вот я хочу узнать его, а он как раз в начале войны 41-го году их дивизию перебросили в 902-го года, перебросили в район Литвы, и в общем, никаких сведений, семья трагически погибла, было трое сыновей в него, вот, вот эта тетя, это ушла по дедушке, тетя Альжа, я как в армии шел, так я у него, она жила в Червине, вот, казачь, милая, там, в Червине, я вот так ее скользко помню, да, и вот двое сыновей у них было, двое подорвал в Синамине, уже взрослые были, ну, и там еще младший, вот, сын с ней жил, вот так, что, вот такие вот, скупые сведения, и сведовательская работа очень кропотливая, надо, вот, в частности, иногда посещаешь мизары, поднимаешь старые могилы, сравниваешь, то да, все, ну, опять же, что хорошо, что все жили на дно, в одном месте, в одном месте, очень сложно, не сложно, как бы, добиться, тем более, что и архивы так рады, но этим надо заниматься. Ну, в конце интервью хотелось попросить обратиться к молодому поколению и пожелать. Ну, молодое поколение, я думаю, может быть, как бы, будет какой-то, в общем, тенденция обратиться к своему прошлому. А кто может, значит, заниматься этими вопросами? Я думаю, в общем, ваше вот начинание, там, интервью и все это, как бы, позволит нам накопить материал. В общем, целью делать это на связи белорусских татар и еще правильно я родословную свою начал устанавливать месяц назад. Я думаю, когда-то, вот, по поводу, вот, пользуясь в случае этого определения белорусских татар, ведь, в общем, когда-то, в 90-е годы мы относимся к единому анклаву, который называли раньше литовским. а так как литки, да, литки, как это, ну, это тоже ненаушное название, поэтому, в общем, в целом, вопрос названия, вопрос идентификации, он очень важный, он, в общем, в целом, позволит, насколько это возможно, но я не знаю, как к этому, ну, в общем, в целом, идентифицировать под единым названием, это тоже важно, поем, одна история, хотя, в общем, я уже говорил, что татары, в общем, это искусственное такое подведение, мы больше относимся к крымским татарам, то есть, крымские, если вы историю хорошо знаете, да, ведь, по сути дела, сам факт, дравление Золотой Орды, это было, это было следствие не какое-то обычное определение такое, что вот, крушение Золотой Орды, и там, и все такое, ведь, шел процесс страновления государства, государства, и, в общем, целое, как следствие, это начались межусобные войны, межусобная гражданская война, гражданская война, такая, как было в Золотой Орде в середине 14 века, после хана Джанибека, поэтому, в общем, в целом, татары, те, которые, те, которые улусы, которые отделялись, которые жили в Северном Прочерноморье, в частности, сибирское ханство первое отделилось, второе крымское, и вот, не случайно, мышь, я имею в виду, те, которые принадлежат, ну, именно, те, которые живут здесь, в Литве, в Литов, которые определили, как литовский татар, они имели родовое происхождение, а эти 15-16 века, эти представители, вот, Конград, племя Найман, они, они же принадлежали крымскому ханству. в Литве, Продолжение следует...